Здравствуйте, дорогие первоклашки! Я рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Перейдем к теме нашего урока. Сегодня мы познакомимся с рассказом Низами Гянджеви «Когда товарищ в беде». Мальчики вышли погулять, им было очень весело, был солнечный день, они прыгали, игрались, и все бы было хорошо, если в тот день по дороге домой один из мальчиков оступился и с пригорка упал, сломал себе ногу. Товарищи очень огорчились и начали думать, как поступить. Наконец, один из мальчиков, лучший друг упавшего с пригорка, отвел ребят в сторону и сказал, я знаю, что делать. Кто-то спросил, а что? Ребята, а как бы вы поступили в такой ситуации, если ваш друг попал в беду, что нужно сделать? Наверное, вы уже догадались, что в такой ситуации нужно постараться оказать первую помощь и помочь мальчику вернуться домой. Давайте посмотрим, что предложил его лучший друг. Мальчик сказал, оставим его здесь, столкнем его в яму и пусть лежит, ведь его отец может подумать, что мы виноваты во всем, а так скажем, что он ушел один. Как вы думаете, ребята, поступают ли так настоящие друзья? Конечно же нет, настоящий друг всегда придет на помощь, а такого друга совсем нельзя назвать другом и тем более лучшим. Давайте посмотрим, что было дальше. К счастью, остальным ребятам это предложение не понравилось. И кто, вы думаете, первым заступился за мальчика со сломанной ногой? Тот, с кем он не очень был дружен. Нет, настоящие товарищи так не поступают. Так могут поступать предатели. Сказав это, он побежал в село, чтобы предупредить отца упавшего мальчика. Через некоторое время прибежал отец мальчика и забрал сына к врачу. Как вы думаете, ребята, какой из мальчиков поступил как настоящий товарищ, друг? Конечно же, тот, который заступился за него. А что значит уметь дружить? Давайте постараемся продолжить это предложение. Уметь дружить значит уметь. Помочь ему в трудную минуту, другу имеется в виду. Спасти от беды или заблуждения. Если вдруг ваш друг в чем-то заблуждается, у него сложилось неправильное мнение, обязательно вам нужно указать на его ошибку. В этом и проявляется настоящая дружба. Уметь сочувствовать, а также уметь радоваться вместе с другом. Вот так и складывается настоящая дружба. В этом рассказе, ребята, мы узнали, что такое хорошо. Это значит хорошо иметь настоящего друга. А что такое плохо, это значит иметь друга, который на самом деле в трудную минуту вас оставит. Но мы сегодня познакомимся еще с одним произведением. Это произведение Корнея Чуковского «Мой дадыр». Вернее, мы познакомимся с отрывком из этого произведения. Давайте вместе прочитаем его. «Мой дадыр» – это умывальник, который в старину использовали для мытья рук. Они стояли или в спальне, или в одной из комнат, вот так мыли руки. Вдруг из маминой и спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты черни и труба чиста! Полюбуйся на себя!» «У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки убежали от тебя». Вакса, ребята, это паста, которая натирает обувь. А клякса обычно оставалась от чернил. Посмотрите на мальчика, как он чумазый. Поэтому умывальник и разозлился на него. Посмотрите небольшой фрагмент из мультфильма, снятого по мотивам этого произведения. Рано утром на рассвете умываются мышата и котята, и утята, и жучки, и паучки. «Ты один не умывался и грязнулью остался. Сбежали, отгрязнули и чулки, и башмаки». Вот посмотрите, ребята, на этого мальчика, за что его ругает умывальник, что он остался грязнули, и поэтому от него сбежали даже чулки и башмаки. К этому произведению у нас есть вопрос. Почему от мальчика убежали вещи? Вы уже, наверное, поняли, потому что, мало того, он сам был грязной, а значит, и все вещи он держал в беспорядке. То есть у него и дома было грязно, и в тетрадочках грязно, и одежда у него вся заляпанная была. И, наконец, мой додыр, умывальник, решил вмешаться. В конце этого произведения, ребята, мальчик понял, что нужно соблюдать чистоту и личную гигиену. И тогда мой додыр ему сказал, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. В этом стихотворении мы узнали о том, что хорошо быть чистым, быть гигиеничным, а плохо быть грязнулей. К чему нас призывает автор? В лице мой додыра автор нас призывает к соблюдению чистоты и гигиены. А гигиену, ребята, обязательно нужно соблюдать. Вы можете посмотреть весь этот мультфильм в интернете или же прочитать полностью это произведение. Надеюсь, оно вам понравится. А понравившийся отрывок вы можете выучить наизусть. А мы переходим к романтическому материалу нашего урока. Нам нужно составить из слогов слова, которые даны на паровозике, а потом записать эти слова в два столбика. В первый столбик мы будем записывать слова, которые будут отвечать на вопрос «Кто?», а во второй слова, которые будут отвечать на вопрос «Что?». Давайте посмотрим, какие слова у нас есть. Первый слог «К», второй «Мышь», получается слово «Камышь». Это слово отвечает на вопрос «Что?». Это растение. Дальше, начиная со второго слога, читаем следующее слово «Мышька». Слово «Мышька» – живое существо. Оно отвечает на вопрос «Кто?». Его мы запишем в первый столбик. Начиная с третьего слога, читаем следующее слово «Каша». Слово «Каша» верно отвечает на вопрос «Что?». Шары. Задаем вопрос «Что?». Записываем во второй столбик. Со слога «РЫ» начинается слово «РЫБА». Слово «РЫБА» отвечает на вопрос «Кто?». Правильно записываем в первый столбик. Со слога «БА» начинается слово «БАРАН». БАРАН – это живое существо, животное. Отвечает на вопрос «Кто?». Записываем в первый столбик. Следующее слово начинается со слога «РАН». РАНКА – небольшая РАНА. Задаем вопрос «Что?». РАНКА – запишем во второй столбик. И последнее слово начинается со слога «Ка». Получается слово «КАБАН». Это тоже животное. Задаем вопрос «КТО?». КАБАН. Его тоже мы запишем в первый столбик. Итак, в первом столбике у нас очутились слова, которые отвечают на вопрос «КТО?», а во второй «Что?». Что же это, ребята, за слова? Слова, которые отвечают на вопросы «КТО?» или «Что?», обозначают предметы. Например, «КТО? ГЕРОЙ?», «Что? СОЛНЦЕ?». Все предметы отвечают на вопрос «КТО?» или «Что?». А мы с вами выполним упражнение 1 на страничке 135. Нам нужно будет выписать из сказки Корнея Чуковского «Мой Дадер» слова, отвечающие на вопрос «КТО?» и обозначить ударение в этих словах. Давайте вернемся к тексту сказки. Мы видим фрагмент первый, который дан в учебнике. И здесь мы видим слова «Поросенок», который отвечает на вопрос «КТО?», а также внизу слово «Трубочист». Трубочист – это тот человек, который чистил трубы. То есть это его профессия. Это тоже слово отвечает на вопрос «КТО?». У нас в этом отрывке получилось два слова «КТО?». «Поросенок» и «Трубочист». Продолжим чтение. У нас есть еще один фрагмент, в котором встречаются слова, отвечающие на вопрос «КТО?». Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Все эти слова, ребята, тоже отвечают на вопрос «КТО?». Давайте запишем их «Мышата, котята, утята, жучки, и паучки». Первую часть упражнения мы выполнили, а вот во второй части нам нужно обозначить ударение в этих словах. Давайте вместе обозначим ударение в этих словах. Итак, «Поросенок» – ударение падает на букву «Ё», но так как над ней стоят две точки, на этой букве ударение не ставится. Следующее слово «Трубочист» – ударение падает на «И», «Мышата» – ударение падает на «А», «Котята», «Утята», «Жучки», «Паучки». Надеюсь, вы успели вместе со мной обозначить ударение и записать слова. А для самостоятельной работы, ребята, я вам предлагаю выполнить упражнение 3 на страничке 134. Вам нужно будет каждую строку дописать по пять слов. В первой строке у нас «Птицы». Они отвечают на вопрос «КТО?». Здесь для образца у вас дано слово «Воробей». Вы можете дописать это слово «Сорока», «Ворона», «Попугай», «Синица» – любых птиц, которые вы знаете. Во второй строке вам нужно будет дописать название «Деревья». А вот «Деревья» ребята отвечают на вопрос «Что?». Осина, сосна, дуб и так далее. Я надеюсь, вы справитесь. Повторите, пожалуйста, правила в учебнике, что слова, отвечающие на вопрос «КТО?», «ЧТО?» обозначают предметы. На страничке 135 у вас есть еще одно упражнение. Я думаю, вы с ним тоже справитесь. Вам нужно будет выписать и слова для справок, данного на странице 160. Пять слов, отвечающих на вопрос «КТО?» и пять слов, отвечающих на вопрос «Что?». А с любыми из двух слов составьте предложение. Если вы откроете страничку 160, то вы увидите такой вот словарь для справок. Например, слово «Автомобиль». Задаем вопрос «Что?». «Автомобиль». Значит, мы можем записать его в столбик с вопросом «Что?». Во втором столбике у нас есть слово «Дежурный». «Дежурный» — это ответственный за чистоту в классе, то есть человек. Задаем вопрос «КТО?». «Дежурный». Такое слово мы можем записать в столбик с вопросом «КТО?». Я надеюсь, вы справитесь с этим заданием. А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада очередной нашей встрече. Сегодня на уроке математики мы с вами продолжим изучение темы «Сантиметр». Ну что ж, давайте посмотрим на экран. Умный цыпленок нам говорит, с помощью линейки можно начертить линию заданной длины, то есть отрезок. Давайте посмотрим внимательно на экран. Как надо начертить отрезок? Для этого мы ставим произвольную точку. Находим нашу клеточку, начало клетки, и в начале клетки ставим точку. В любом месте, например, вот здесь. Поставили точку. Затем мы берем нашу линейку, прикладываем нулевое деление к этой точке. И отмечаем нужную нам цифру. Там, где заканчивается наша цифра, мы ставим вторую точку. Затем мы придвигаем линейку плотно к этой линии и соединяем с помощью прямой линии данные две точки. Таким образом у нас получается отрезок. Давайте с вами выполним задание. Измерьте длину отрезка, начертите в тетради отрезок, длина которого равна длине данного отрезка. На 2 см короче данного отрезка и на 3 см длиннее данного отрезка. Давайте вначале измерим длину этого отрезка. Ну что ж, сколько сантиметров получилось? Правильно, друзья, 7 см. Теперь вы должны такой же отрезок начертить в ваших тетрадях. Потому что по условию сказано, длина отрезка, которую вы начертите, должна быть равна длине данного отрезка. Начертим отрезок длиною в 7 см. Вы можете это сделать любым цветным карандашом. Я выбрала красный цвет. Теперь, друзья, мы должны начертить отрезок, длина которого на 2 см короче данного отрезка. Давайте подумаем. На 2 см короче, значит, мы должны из 7 вычесть 2. Получим 5 см. Берем нашу линейку, аккуратно прикладываем. Как мы с вами будем это делать? Находим нулевое деление. Сначала ставим точку в начале клетки, затем прикладываем линейку к этой точке, отмеряем 5 см, то есть деление, на котором написана цифра 5, и ставим вторую точку. Затем соединяем эти линии. И у вас получается отрезок в 5 см. Теперь мы должны начертить отрезок, длина которого на 3 см длиннее данного отрезка. На 3 см длиннее 7, получается число 10. Значит, мы должны начертить отрезок длиной в 10 см. Теперь давайте решим задачу. Айнур соединила концы двух отрезков длиной 8 см и 5 см. Найди длину полученного отрезка. Для начала, дорогие друзья, давайте начертим эти отрезки. Первый отрезок имеет длину 8 см, а второй отрезок имеет длину 5 см. Начертим. Теперь, дорогие друзья, по условию сказано, что Айнур соединила два данных отрезка. Давайте соединим наши отрезки. И нам необходимо найти длину полученного отрезка. Как мы с вами это можем сделать? Верно, приложить линейку к началу первого отрезка и посмотреть, на каком числе заканчивается наш отрезок. Или к 8 см, то есть к длине первого отрезка, прибавить длину второго отрезка. То есть 8 см плюс 5 см равно 13 см. Молодцы! Теперь выполним следующее задание. Синие и желтые полоски одинаковой длины. Лала решила соединить и склеить их концы. Сколько сантиметров будет составлять длина двух полосок вместе? Давайте сначала нарисуем синюю полоску. Для того, чтобы нарисовать, мы должны сначала измерить длину данной полоски. Ну-ка, измерим длину данной полоски. Сколько сантиметров получилось у вас? Проверим, верно ли вы измерили. Правильно, 6 см. Так как по условию мы знаем, что длины данных отрезков одинаковые, значит, желтая полоска тоже будет иметь длину, равную 6 см. Нарисуем синюю полоску длиной в 6 см и желтую полоску длиной в 6 см. Теперь мы должны соединить эти полоски, так как Лала их соединила и склеила концы. Давайте соединим наши полоски и определим длину получившейся полоски. Вы можете это опять-таки сделать с помощью линейки, приложить линейку к началу полоски и посмотреть, на какой отметке наша полоска заканчивается. Либо мы можем к 6 прибавить 6. 6 плюс 6 равно 12 см. Верно, ребятки, молодцы. Давайте выполним следующее задание. Красная полоска на 5 см короче, чем зеленая. Составьте пример для нахождения длины зеленой полоски. Как можно проверить ответ? Итак, мы с вами знаем, что по условию красная полоска на 5 см короче зеленой. А значит, ребятки, зеленая полоска, соответственно, на 5 см длиннее, чем красная. Раз красная 5 см, а на 5 см длиннее это 5 плюс 5, то есть длина зеленой полоски составляет 10 см. А длина красной полоски, как мы знаем по условию, на 5 см короче. Дорогие друзья, какой пример можно составить для нахождения длины зеленой полоски? Верно, 5 плюс 5 равно 10 см. А как можно проверить, правильно ли мы решили? Верно, нужно составить пример. 10 минус 5 равно 5 см. Молодцы. Теперь откроем рабочие тетради на страничке 49 и выполним задание номер 11. Выполнив измерение, вычисли путь, пройденный каждым муравьем. Чей путь короче? Обведи этого муравья. Итак, давайте сначала измерим путь зеленого цвета. Для этого берем линейку и измеряем отдельно длину каждого отрезка. Сначала данного отрезка, затем бокового и, наконец, нижнего отрезка. Ребятки, если у вас получили следующие числа, значит вы измерили верно. Теперь запишем пример. 3 плюс 2 плюс 2 равно 7 см. Значит, длина зеленого пути составляет 7 см. Теперь измерим длину красного пути. Измерьте отдельно длину каждой стороны. И давайте проверим, верно ли вы измерили. Если у вас получили следующие числа, значит вы измерили верно. 2 плюс 3 и плюс еще 3 см. Получим 8 см. Верно. Длина красного пути составляет 8 см. Теперь измерим длину синего пути. Измерьте, пожалуйста, друзья, длину каждого отрезка синего цвета. И давайте проверим, правильно ли вы измерили. 3 см, 1 см и 2 см. Теперь все это надо сложить. 3 плюс 1 плюс 2. Получим 6 см. Верно, дорогие друзья. Теперь давайте посмотрим внимательно на наши результаты. И определим, чей же путь короче. Верно. Длина 6 см меньше, чем 7 и 8. Значит, длина синего пути, короче, обведем этого муравья, который шел по синему пути. Молодцы, дорогие друзья. Я уверена, что все вычисления вы делали верно. И аккуратно работали в своих тетрадях. Ну что ж, на этом наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь, но напоследок хочу вам дать задание для самостоятельной работы. В ваших рабочих тетрадях на страничке 49 выполните задание номер 9 и 10. Ну что ж, желаю вам успехов, всего хорошего. Ну а мы с вами встретимся на следующем уроке. До свидания, всего хорошего.